Дорожно-транспортные происшествия А также водитель и пассажир Лады Ларгус с различными травмами всех пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Еще одна авария с участием несовершеннолетнего. 10 ноября около половины 10 вечера на 7-м километре автодороги Владимир Юрьев-Польский в Суздальском районе 33-летний водитель Киа Рио, совершая обгон, не справился с управлением и вылетел навстречу, где столкнулся с автомобилем Land Cruiser 200. По предварительной информации ГИБДД в результате ДТП водитель Киа Рио с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота был госпитализирован, а его пассажир, 13-летний подросток от полученных травм, скончался в больнице. Сегодня около 10 часов утра на Суздальском проспекте 17 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Лады Калина наехал на 10-летнего пешехода из Владимира. В результате столкновения мальчик получил ушиб и ссадина головы. Ему назначено амбулаторное лечение. Первый заместитель главы города Коврово Александр Бобров задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Интерфакс со ссылкой на информированный источник пишет, что против Боброва возбудили уголовное дело. У этого дела, скорее всего, тамбовский след. Известно, что администрацию Тамбова задержанный чиновник возглавлял с 2010 по 2015 год, а еще раньше Бобров руководил тамбовскими коммунальными системами. 11 ноября прошла 4-я международная просветительская акция «Географический диктант». Ровно в полдень во всех субъектах Российской Федерации любой желающий мог проверить себя на знания географии своей страны. Во Владимире диктант писали на двух площадках – в пединституте и в авиамеханическом колледже. За 45 минут участники должны были ответить на 30 вопросов, на каждой по одной минуте. Результаты «Географического диктанта» опубликуют на официальном сайте 30 ноября. Участники диктанта, а их только на одной площадке было 150, смогут узнать свои баллы по индивидуальному десятизначному номеру. Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева завоевала бронзу на дистанции 200 метров на спине. Она участвовала в чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани. Конкуренцию у Владимирской пловчихи составили 900 спортсменов. Чемпионат России является отборочным на чемпионат мира. Он пройдет в декабре. Попадет ли наша землячка в состав российской сборной, станет известно в ближайшие дни. Продолжение следует...